Привет всем! Я Алексей Мартынов и снова в эфире передача Ставропольского государственного Аграрного университета Студент АУ. Как создавать новые сорта сельхозкультур знают агрономы сорта-испытатели. Поделиться опытом и посмотреть на новейшие гибриды, которые уже поражают устойчивостью к природно-климатическим условиям, приехали в аграрный ученые не только из многочисленных российских регионов, но и из-за рубежа. Главная задача, которую поставили на конференции сорта-испытателей, постепенно уйти от импортных поставок и довести обеспеченность собственным материалом до 80%. Возможность для реализации этой цели есть. Мы живем на Кавказе и нам не позже есть турецкую продукцию. Я думаю, за пару лет мы сегодня себя снабдим и все регионы России снабдим. Той продукции, которая выращивается у нас на Кубани, на Ставрополье и близлежащих территориях. Будущее отрасли руководитель госсорткомиссии страны связывает в том числе с выпускниками Ставропольского аграрного университета. Виталий Волоченко и сам окончил этот вуз, связи с ним не потерял и сейчас уверенно говорит о дальнейших планах. Сегодня для нас очень важно, чтобы совместно с Владимиром Ивановичем мы смогли подтянуть кадровую базу нашей службы сорта-испытателей, а уже многое сделано для этого. Если бы аграрный университет не выковали такую кузню, такие серьезные кадровые ресурсы, сегодня бы наверняка нам нечего было показать международному сообществу всей России. Планируется, что ряд студентов университета будет обучаться по специальному трехстороннему контракту между вузом, госсортстанцией и студентом. Он предполагает возможность бесплатного обучения с гарантированным трудоустройством. Продолжим продуктовую тему. Зразы, шашлычки из курицы, булочки, разнообразные соусы и изысканные коктейли. Как правильно все это приготовить и сервировать, знают наши студенты. Всемирный день здорового питания отмечать нужно с пользой для тела и для учебы, решили на факультетах технологического менеджмента и социально-культурного сервиса и туризма. Для этого в несколько этапов был проведен конкурс по технологии приготовления блюд, напитков и сервировки стола. Сперва команды, а в них вошли представители обоих факультетов, приготовили все намеченное в специальных лабораториях факультета технологического менеджмента и затем уже в студиях факультета социально-культурного сервиса и туризма сервировали стол, не забыв соблюсти все требования к организации деловых приемов. Жюри, в которые вошли преподаватели факультетов, по достоинству оценило усилия команд. В итоге без наград и хорошего настроения не ушел никто. А мы рады сообщить о возвращении нашей рубрики «Компас профессий». Мы уже познакомили вас практически со всеми специальностями, которые можно овладеть в нашем ВУЗе. Кстати, если вы пропустили какой-то из выпусков или хотите посмотреть их еще раз, заходите на наш сайт в раздел для абитуриентов. А пока время познакомить вас со специальностью «Государственное и муниципальное управление». Всем привет! Сегодня мы на экономическом факультете и будем знакомиться со специальностью «Государственное и муниципальное управление». С этим мне поможет студент четвертого курса Даниил Питак. Даня, расскажи, пожалуйста, кто такие выпускники этой специальности? Выпускники нашей специальности – это те же менеджеры, только работающие в органах исполнительной власти всех уровней. Сейчас мы находимся в студенческом деканате. Это такая структура студенческого самоуправления, в которой мы, как будущие управленцы, получаем необходимые навыки. Даниил сразу предупреждает, что студенческий деканат далеко не единственная структура на факультете, где студенты-управленцы получают свой первый практический опыт. Но прежде всего нужно овладеть соответствующими знаниями. Например, узнать все о системе государственного, муниципального, а также антикризисного управления, правовых основах деятельности госорганов. Для того, чтобы студенты на практике могли познакомиться с проблемами населения, на факультете был открыт Центр социальной политики и мониторинга сельского развития. Ребята ежегодно выезжают в районы края для проведения социологических исследований, затем обрабатывают анкеты и интерпретируют полученные результаты. Как для будущего управленца я получила огромный опыт, практику, пускай это на первоначальной ступени, как общаться с людьми, узнала, пообщалась с людьми, узнала, чем они живут, что для них важно. Стать главой комитета, ведомства или, например, возглавить администрацию города, такие цели ставят перед собой студенты специальности ГМУ. Попробовать свои силы можно и в процессе учебы. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас проходит деловая игра, дебаты между кандидатами на должность главы администрации города Ставр. Предвыборные программы готовят сами кандидаты. Для этого они проводят анализ ситуации в городе и выделяют самые важные проблемы, думают и о том, какие обещания они готовы дать своим избирателям и как их реализовать. Мы должны привести в порядок жилые многоэтажки города, которые были построены еще в 80-90-е годы. Мой основной политический принцип – власть для человека, а не человек для власти. Другой способ почувствовать себя во власти – не вставая за студенческой парты, принять участие в специальных деловых играх. На этом практическом занятии проходит заседание правительства. И хоть в качестве министров выступают студенты, вопросы они рассматривают вполне реальные. Один из главных в повестке дня – инвестиционная привлекательность края. На такие заседания студенты собираются регулярно и уверены, что это помогает им в полной мере не только овладеть парламентской риторикой, но, что важнее, разобраться в сути проблем в краевой экономике, в социальной сфере, сельском хозяйстве и во многих других, которыми занимается большое правительство. Могут почувствовать себя в кресле высоких чиновников и те студенты, которые вошли в молодежное правительство Ставрополя. Но сначала был строгий отбор. В ВУЗе объявлялся конкурс, везде развешивались плакаты о наборе в Ставропольскую городскую молодежную палату. Кандидату нужно было написать проект, собрать 100 голосов, 100 подписей, согласных с его проектом, и подать эти документы. Проводит заседание выпускник специальности ГМУ, а ныне депутат городской думы Александр Куриленко. Он уверен, что время в университете провел с пользой. Сударостной деятельностью нужно заниматься не только на уровне знаний от знакомых, от коллег, но все-таки должны быть знания более практические и теоретически, более фундаментальные, нежели от кого-то что-то слышал и так далее. Еще одна выпускница этой специальности сейчас отвечает за кадровую работу в Министерстве имущественных отношений. Пришла она сюда пять лет назад и в кратчайшее время совершила свой карьерный взлет. Я знаю, что моя специальность ГМУ универсальна для трудоустройства в органах государственной власти и муниципальной власти, и поэтому я попыталась поучаствовать в конкурсах на включение в кадровый резерв в Министерстве имущественных отношений. Ну и благодаря тем знаниям, которые получила в Агарном ВУЗе, я прошла конкурс и победила. Не так давно глава региона объявил, что в госорганах края ждут способных и перспективных выпускников. Устроиться они могут, к примеру, в Министерстве экономического развития. С ним у нашего ВУЗа давно налажены хорошие отношения. Ну, что хочу сказать, что, конечно, сегодня обществу нужны инициативные, самостоятельные и уверенные в себе молодые люди. Именно они могут фактически преодолевать какие-то трудности, решать проблемы. И, на мой взгляд, вот в условиях, когда есть некая конкуренция на рынке и труда, и на рынке подготовки специалистов, выпускники Агарного университета именно отличаются, скажем, такими качествами, которые позволяют работать и в органах исполнительной власти, и становиться предпринимателями, чтобы в наших условиях, скажем так, проблематичное сделать. И, мне кажется, вот с 2010 года мы сотрудничаем плотно с Агарным университетом. Потому что специалисты, которые приходят к нам на практику, это и специализация экономика, и специализация государственного муниципального управления, показывают высокие знания, высокий уровень. И, самое главное, находчивость и умение решать вопросы в трудных жизненных ситуациях. На сегодня это все. До встречи через неделю. Поступайте правильно. Поступайте в Аграрный университет. Агарный университет. Агарный университет. Агарный университет. Продолжение следует...